Здравствуйте, друзья! Мы сегодня поговорим о том, откуда взялась на голову, так сказать, американского народа гринкарт-лотерея, как вообще все это получилось и во что это все вылилось со временем. Вот сегодня такой разговор. Вообще, много есть таких фактов жизненных, которые, ну там, сто лет назад, 150 лет назад, может быть, возникли, и вот оно тащится по жизни, и изменилась обстановка, изменилось абсолютно все, ну вот, а какая-то такая вот вещь, вдруг приобретает новое содержание. Например, когда-то была поправка Конституции, которая определила, что человек, родившийся в США, является гражданином США. Это нужно было сделать для того, чтобы понять, ну не понять, прописать, грубо говоря, прописать, кто имеет право голоса, и в частности это касалось рабов, привезенных из Африки, да, вот, чернокожих американцев. Вот как они, как они граждане и не граждане могут голосовать, не могут голосовать, вообще, что это за люди такие, да, вот откуда они? И сказали так, родился в Америке, значит, гражданин, значит, имеешь право голоса. Вот, собственно, буквально 150 лет назад такая вот интересная фишечка была. Посмотрите, во что это превратилось сегодня, правда? Люди специально приезжают, там, переходят границу легальной, нелегальной, там, за деньги, без денег, приезжают сюда, чтобы родить тут ребенка, чтобы этот ребенок был гражданином США, и чтобы там каким-то образом, вот, ну, грубо говоря, втиснуться вот в эту систему, в которой, допустим, выгодно находиться. Ну, просто выгодно. И, казалось бы, ну, отменили бы вот эту поправку к Конституции, но сегодня это практически нереально сделать. Вот она настолько вжилась. Это похоже на историю с лотереей Гринкарт. Я почему начал с гражданства по рождению. Лотерея Гринкарт возникла на рубеже 80-х, 90-х годов, и это не было каким-то либеральным таким движением из 100 сенаторов американских, 88 голосовали за создание лотереи Гринкарт, то есть это и республиканцы, и демократы, как бы, так сказать, совместный такой был порыв. Это было время такое относительно романтическое в отношениях страны с эмиграцией, и одним из, так сказать, движущих таких факторов, пробивавших, что ли, людей, пробивавших Гринкарт лотерею, был тот же самый сенатор Эдвард Кеннеди, который когда-то в 65-м, 66-м году пробивал реформу иммиграционную, следуя, как бы, задумке брательника своего, убитого президента Джона Кеннеди, о либерализации иммиграционной системы. Вот, собственно, вот это те же самые люди были, это не какие-то другие. Но тут еще, помимо общей идеи диверсификации, иммиграции, мы хотим из разных стран. Вот если есть какая-то страна, и из нее мало народу, давайте мы дадим им шанс такой. В значительной степени люди, которые эту лотерею создавали, они верили в то, что люди заслуживают шанс. Люди, живущие в той стране, в этой стране, у них меньше шансов, потому что их страна не представлена вот на американской земле достаточным количеством людей. Соответственно, меньше возможности, допустим, там, я не знаю, семью создать, и оказаться в США, там, допустим, по семейной иммиграции и так далее. И, безусловно, они рассматривали возможность для кого-то приехать в США, как большое благо для этого человека и для той страны, откуда он, там, и так далее. То есть они очень позитивненько на это все смотрели. Но тут было еще одно обстоятельство. Дело в том, что в это время в Ирландии был экономический кризис. И, в частности, вот, а Кеннеди из ирландцев сам. Так вот, ну и не только он, там, собственно, что, у нас к Ирландии хорошие отношения в стране. Вот, и, как бы, братский народ. Очень много ирландцев живут в США. Намного больше ирландцев живут в США, чем в Ирландии. Вот, надо помочь. Там кризис, надо помочь. И вот, когда критерии для лотереи определяли, в частности, образовательные, они могли, конечно, зажать это все и сделать очень узкий класс, такой, людей, которые квалифицируются под лотерею. Но в данном случае нужно было помочь Ирландии с ее кризисом. Все это вместе так сошлось. И они опустили планку образовательную до уровня средней школы. Они говорят, ну, хотя бы среднюю школу и давай сюда. По времени все эти бюрократические вещи не быстро проходят, вы знаете. И впервые эта лотерея уже разыгрывалась в 95-м году. То есть это не было так мгновенно все. Ну, вот на рубеже идея возникла. Потом ее проголосовали. Потом надо было чиновникам подготовить весь этот аппарат, механизм. Вот в 95-м году, 23 года назад, все это начали разыгрывать. И идея, вот такая была идея, гуманистическая. Я слышу иногда тут вот какие-то люди странные рассуждают о том, что вот это было сделано для того, чтобы больше рабов, значит, там, в Америку, там, я не знаю, поставить, ну, что-нибудь там, грязную работу делать. Желающих делать грязную работу сколько хочешь. Первое. И для этого не нужно их там специально импортировать, деньги государственные на это тратят. Второе. Все-таки рабы, они не то чтобы сами куда-то бежали. Обычно рабов там отлавливали, заковывали в кандалы, там, и переправляли куда-то. Иначе бы они сами-то и не собрались никогда. Вот. Поэтому если человек хочет, так сказать, такое добровольное рабство, это совсем другое дело. Ну, не суть. Не суть. Значит, Америка хотела диверсификации. Люди хотели попасть в Америку. И вот такое встречное, значит, движение произошло. А дальше, как всегда бывает в бюрократических системах, казалось бы, должны были бы приехать люди, которые могут сразу пойти работать. Но дальше вот эти все определения, они стали размываться. Мы допрыгались до таких времен, когда вне кризисной экономики, вне кризисной. То есть я понимаю, когда действительно ты приезжаешь, работы нет. Но в нормальной экономике там половина оказывалась на Велфере через месяц. То есть приезжали в страну воспользоваться социальными программами. И до сих пор мы часто видим, вот, звонят люди. Вот на днях был звонок, там человек говорит, вот я выиграл в лотерею. Я, говорит, там толком не понял, но вот я-то сейчас изучаю вопрос. Ну, мне, что мне дадут? Вот там квартиру дадут, работу дадут, что мне дадут? Там бесплатное это и это дадут. Понимаете, вот как бы многие люди приезжали вот на бесплатное. И в этом, на самом деле, кардинальное отличие между эмиграцией, которая сделала Америку страной здоровой, и той эмиграцией, которая, ну вот, на пособие рвется. Поэтому это совершенно другая эмиграция. То есть она делает страну больной. Поэтому в обществе, как бы, мнение стало ухудшаться в отношении лотереи. Не только лотереи, но как частный случай. Ну, потому что, действительно, люди идут через границу, чтобы воспользоваться там здравоохранением и системой образования. Нелегальные. Легальные уже, так еще и нелегальные. Поэтому так какое-то такое волнение происходит. И надо сказать, что тут еще один аспект присутствует. Состоит он в том, что есть законодатели, которые голосуют. А есть просто люди, которые живут себе и живут. И люди, которые живут себе и живут, они себе даже представить не могут, какие злоупотребления происходят в результате того, за что вот эти вот там сенаторы, конгрессмены голосуют. В частности, вот пока Трамп не начал мусолить эту лотерею, ну, правда, совсем в другом аспекте, что, мол, там террористы приезжают, там и так далее. Вот. Но не важно. Не важно, с чем это было связано. Важно то, что страна узнала, что лотерея есть. Оказывается, есть какая-то лотерея, что 50 тысяч человек приезжают каждый год. Вот. Они еще не знают, что они на Велфере половину. Если бы они еще это узнали. Но им сказали, что там террористов привозят. Ну, это как бы тоже не лучше, чем на Велфер сесть. Но, тем не менее. И вот страна узнала про эту лотерею. И сегодня, по опросам общественного мнения, не только львиная доля тех, кто голосует за республиканцев, но и очень существенное большинство электората демократической партии не хотят никакой лотереи. А зачем нам лотерея это? Лотерея это зачем? Ну, да, мы хотим диверсификации, мы хотим... Но мы хотим здоровую, качественную эмиграцию, а не вот какую-то странную лотерею. Какая лотерея? Почему лотерея? Знаете, то есть, вот эта часть непонятна. Но, опять, законы принимают конгрессмены, сенаторы. Население обычно мало в этом принимает какое-то участие. И, собственно, даже и не в курсе. Ну, то есть, там, бюджет принимают как-то еще, может быть, кто-то интересуется. Или там, какие-нибудь, я не знаю, там, политические, очень важные торговые какие-то соглашения. А так, ну, кто там будет смотреть, какая-то лотерея вообще кого интересует. Сколько решений проходит каждый день, о которых мы понятия не имеем, и никто не имеет, и всем наплевать. Ну, там люди работают, им виднее. Что будет дальше с лотерей? Правда, интересно? Уже, наверное, года, я так думаю, с 2008, так уже, считай, 10 лет, идет такая борьба за отмену лотереи со стороны республиканской партии. Вот они, каждый год они принимали решения в палате представителей, где у них было большинство. Дальше это не проходило через Сенат. Это продолжалось лет пять. До 2013 года, когда была попытка сделать реформу иммиграционную, такую всеобъемлющую, но не получилось у них. Хотя, казалось бы, вот уже вот было, вот на блюдечке лежало, но не вышло. Они там не смогли сторговаться по вопросам о том, что сначала поставить забор, потом легализовать тех, кто здесь, по нашу сторону забора, или сначала легализовать, а потом поставить забор. Вот на этом месте они не сошлись, и, в общем, никакой реформы не было, но, во всяком случае, хотя бы перестали отменять эту лотерею каждый год. Ну, это чисто символический был такой акт, просто время тратили, деньги народные, на всякие вот эти свои показухи. Но сейчас вот с приходом Трампа лотерея стала как бы таким пятачком разменным в иммиграционной торговле. Собственно, она и раньше была, но Трамп именно лотерею поднял до уровня всенародной такой осведомленности. Раньше просто никто в нее конкретно пальцем не тыкал, и он, собственно, поднял ее на этот уровень исключительно, чтобы показать, что он спасает страну от терроризма, то есть ни от чего больше. Ну, вот такая вот история. Значит, что у нас сегодня? Сегодня у нас уже, я боюсь соврать, наверное, 5 сентября, и мы буквально меньше месяца остается, да, мы входим плавно в прием заявок на лотерею следующую. Следующую, она называется DV2020, по финансовому году, в бюджете которого будут принимать вот людей, которые сейчас подадут, весной выиграют и потом начнут приезжать. Так, так получается. Поэтому все идет к тому, что лотерея состоится, мы не видим никаких особых противопоказаний. При том, что вроде бы затихло, но последние несколько дней опять как-то так оживляется вот эта риторика по поводу того, что или вы дадите мне стену бюджет на постройку стены вдоль мексиканской границы, либо я там правительство оставлю без денег там и так далее, и так далее. Гавермент шутдаун так называемый, но даже я не знаю, республиканцы этого не хотят, поэтому демократы тем более не хотят. Ну, в общем, поглядим, посмотрим, но я думаю, что 99,9% что все состоится, все будет нормально. Они, конечно, не обязаны эту лотерею потом разыгрывать, то есть если они сейчас заявки примут, это не значит, что случись чего, они в мае должны обязательно разыграть и так далее. То есть такого обязательства у них в явном виде нет. Они могут и позже отменить, но климат, в котором страна сейчас живет, вот эта атмосфера, антииммиграционная истерия, которую проводит Трамп и его, так сказать, подручные, на ближайших выборы, до которых осталось ровно два месяца, 5 ноября будут выборы, сегодня 5 сентября, ровно через два месяца мы увидим, что там получится, но ситуация для них будет ухудшаться, это как бы уже понятно. То есть независимо от того, сохранит ли там республиканская партия контроль над палатой представителей, шанс такой тоже есть. Хотя есть, может быть, более серьезный шанс, что они его потеряют, но это не важно. Как бы там ни прошло, есть еще просто общее голосование, на котором фактически выносится референдум той политики, которая проводится. То есть они могут сохранить там большинство, но, допустим, существенно потерять по количеству голосов, поданных за партию, и это как бы неблагоприятная штука. Поэтому посмотрим. Не говоря уже о том, что вот у них было два года, когда было большинство в обеих палатах, и был президент-республиканец, и что-то у них так не получилось пока ничего. Поэтому у меня такое ощущение, что возможность говорить о том, что мы спасаем страну от плохой эмиграции, гораздо важнее, чем сделать что-нибудь для того, чтобы эмиграция стала как-то лучше. Я не знаю. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. А с лотереей грин-карт вот такая, такая картинка. Тоже очень много неизвестного, но, скорее всего, никто ее не тронет. До тех пор, пока не появится в стране какая-то комплексная эмиграционная реформа, где уже и судьба лотереи тоже решится в ту или иную сторону. Хотя консенсус явный присутствует в том смысле, что надо вот эти 50 тысяч лотерейных квот, эмиграционных виз передать в какую-то другую сторону, в другой канал эмиграции. То есть речь не идет о том, чтобы лотерею подправить и сделать более эффективной, хотя это тоже имело бы смысл. Но вот, во всяком случае, сейчас другая тенденция передать куда-то, в какую-то профессиональную, может быть, эмиграцию, так сказать, по достоинствам, не по семейным делам, не по лотерейным делам, не по диверсификации, а вот как-то так вот, по полезности человека, в том смысле, в котором эта полезность понимается в рамках государственной эмиграционной политики. Вот, наверное, и все, друзья. Так что счастливо, и я обязуюсь держать вас в курсе эмиграционных дел, лотерейных особенно. И что вам сказать? Ну, если вам действительно это интересно, и вы еще не подписаны на наш канал, ну, подпишитесь, потому что всякий интерес, который не выливается в действие, да, это не настоящий интерес, а так, такой маленький, такой непродуктивненький такой интерес. Так что подписывайтесь, смотрите, а я уж обязуюсь все как есть рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok